Алексей Михонцев – одна из знаковых фигур в творческом сообществе Шадринска. Много лет мастер пополняет библиофонды книгами о родной земле, а городские выставки – живописными работами. Этот год для Алексея Андреевича юбилейный. 20 апреля ему исполнится 75. Одним из мероприятий в честь знаменательного события стала встреча в Центральной библиотеке имени Зырянова. Мне было интересно творчество этого художника и посмотреть, чем он занимается, его картины. Я хочу узнать, как он создавал эти картины и что ему помогало создавать их именно такими, какие они есть. Они мне очень нравятся. Алексей Андреевич с гордостью носит почетное звание Член Союза художников России и Член Союза писателей России. В библиотеке состоялась презентация творческого выражения обоих его признанных талантов. В центре внимания новая книга «Мама, милая мама» и персональная выставка живописи «Как прекрасен этот миг». Мир-то он прекрасен, как всегда. А миг – это мое. Как бы переделанное вот это выражение. А почему миг? А потому что я родился весной. А весна – это пробуждение жизни. Это цветение жизни. Вот этот прекрасный миг и вдохновляет меня на подвиги. Портреты, пейзажи, натюрморты, стихи и прозаические произведения. Сегодня у шадринцев есть возможность взглянуть на результаты творческого поиска. Алексей Михонцев родился в военном в 44-м году в Шадринске, а детство прошло в селе. Оттуда исходит любовь автора к природе и сопереживание тяжелому материнскому труду. В преддверии женского праздника Алексей Андреевич выпустил новую книгу с теплым названием «Мама, милая мама». Она вышла в свет в 2019 году. У меня отца-то не было, можно сказать. Они пожили год и разошлись. А он ушел, другой женщине. Там у него со своей семьей четверо детей народили. А мы с мамой все вдвоем, вдвоем. Это мои воспоминания, ее воспоминания. Как она там в детстве жила, как работала. И потом последующие мои воспоминания. Как я приезжал домой, часто уезжал. Все это вошло в эту книгу. Инженер-конструктор на авиационном заводе в Комсомольске-на-Амуре. Учитель рисования в сельской школе в Ичкино. Художник-конструктор на ШАЗе. Педагог детской художественной школы. Все это далеко не полный послужной список творческого человека. Яркий период жизни, работавший ГПИ. Алексей Михонцев преподавал там живопись и композицию. А в 2007-м стал доцентом художественно-графического факультета. Коллеги стали гостями презентации. То, что я видел раньше, наблюдалось, это, как вот если философским термином сказать, искусство миропонимания. То есть он пишет природу, пишет людей, портреты, там, например, морды и так далее. То есть зрителю это понятно все, значит, язык его искусства понятен, значит, и в чем-то тоже какие-то эмоции выражает свои. Значит, вот сейчас, вот что я наблюдаю, допустим, вот, то есть произошло какое-то изменение в его творчестве, то есть искусство уже стало, если опять же так философски сказать, миропонимание сменилось на мироощущение, то есть работы стали, то есть он стал не столько изображать реальную действительность, сколько, как бы, появилась вот какая-то его живопись, его души. Алексей Андреевич работал в педагогическом институте, в котором я была доцентом кафедры английского языка. Но мы часто общались и видели его произведения художественные на худографии. Так что мне было бы очень интересно прийти, встретиться с ним сегодня, послушать его поэтические творения и посмотреть на его новые работы. Человек очень интеллигентный, человек очень контактный, с людьми всегда общается очень вежливо, и если остановится в коридоре, даже со студентами и с преподавателями общается от всей души. К источнику «От капели до капели», «Рай-город», «Лети душа», «Дарин Покос». Все эти книги сотканы из личного опыта автора. Немало переживаний, связанных с мамой, ушедшими друзьями, но много и радостных моментов. Раз я родился весной, я больше подобрал весенние тематики. А весной что это? Пейзаж может быть, майская зелень, моя малая родина. Так, и в основном цветы. Цветы, цветы, цветы. Вот заметили? Цветы – это весна, это радость жизни, это ощущения. Они, конечно, все разные по настроению. Тут, допустим, тяжелый немножко фон. Да, приходилось как-то преодолевать, но все равно цветы и что-то светлое должно быть главным. В этом году Михонцев отмечают сразу четыре юбилея. Кроме дня рождения, это 50-летие выставочной деятельности. 30 лет с момента первой персональной выставки, 10 лет в Союзе писателей России. Гости встречи пожелали мастеру, чтобы 2019-й стал началом нового творческого этапа. Чтоб грязелось вечно светенье весны, чтоб людям хватало тепла, Чтоб души немые кичили они, и чтоб в этом поздали сполна. Субтитры создавал DimaTorzok